Все чаще у меня на приеме встречаются детки, у которых имеется проблема ножек. Это кривые ножки, это плоскостопие, это больные суставы. Вот сегодня у ребятенка в возрасте 6 лет уже вырезали кисту с коленного сустава. И когда мы с вами говорим о заболеваниях суставов ног, а практически без варикоза, что за женщиной, что за мужчиной, без артроза, артрита, сейчас нет. Начинается все это с детства. Проблема с детства воспаления в кишечнике приводит к тому, что у нас нарушается кровоснабжение как в тазобедренных суставах, так в коленных, так и в голеностопных суставах. Для того, чтобы корректировать эту тему, мы с вами выполняем ежедневные обязательные мероприятия в плане устранения застой желчи, ибо желчь регулирует численность микрофлоры, численность микрофлоры уменьшается, воспалительный процесс уходит, и по ногам, оцени работу кишечника, у нас с вами уходит. Если артроза, артрит остается, значит язвенный процесс продолжается на слизистой желудочно-кишечного тракта, устраняя застой желчи ежедневно 3 раза на день до еды, мы с вами убираем воспаление в кишечнике, ибо желчь регулирует численность микрофлоры. Убирая болевые участки в желудочно-кишечном тракте с помощью виватона, мы с вами позволяем зарубцеваться зонам воспалительного процесса, ибо кишечный сок, когда он сохраняет свое PH, он также регулирует численность микрофлоры. Для того, чтобы разобраться нам с вами с проблемой самой сложной, а самая сложная проблема у нас это сигмолидная кишка, поэтому левая коленка и левый тазобедренный сустав наиболее часто подвержены у нас с вами воспалительному процессу, мы применяем ректальные суппозитории. То есть фактически каждому пациенту, у которого различные виды заболеваний и есть проблемы любые ног, я назначаю суппозиторию ректальные, дабы лечить воспалительный процесс, убирать язвенный процесс в сигмовидной кишке, чтобы не получить здесь онкологический процесс. Отсюда начинается онкология нашего тела. Поэтому если есть проблемы левой коленки или правой коленки, мы с вами должны пройти ректальную суппозиторию. Начинаем мы с вами потихонечку с амарантовых свечей. Первая постановка свечи пробная. Вы просто ставите половинку или одна треть свечки и наблюдаете за собой. Если язвочка здесь имеется, значит обязательно будет реакция в виде дискомфорта, в виде изменений в состоянии кровоснабжения в голове. Вот такая реакция бывает. Так мы связаны с анусом. Поэтому отрабатываем сначала пробную одну треть свечки, затем проставляем 10 дней свечей амарантовых. Если все хорошо, дальше мы поехали с вами на чесночные свечи. Чесночные свечи у нас с вами призваны отрегулировать численность простейших лямблей, гельминтов, которые здесь находятся у нас опять в этом же уголочке. И начинаем опять с одной третьей свечки. Посмотрели, реакция на одной третьей свечки нормальная, то есть нет позывов резких, значит вы потихонечку 10 дней выставляете. Если есть реакция уже на чесночные свечки, пожалуйста, продолжайте по одной третьей и либо по половиночке свечки. То есть вы удлиняете период лечения, но это позволит нам потихонечку зарубцевать язвочки. Далее мы с вами приступаем к свечкам, которые называются у нас бальзамические, то есть свечки щелочные. Щелочные свечки, они у нас сделаны из виватона, и это позволяет нам с вами отрегулировать численность грибов. Так что чаще всего микрофлора и висцеральные личинки, и непосредственно грибы собираются вот здесь в этом уголочке. Бальзамическими свечками мы с вами усиливаем действие кишечного сока на эту микрофлору и отрабатываем с вами зарубцевание вот этих вот самых язвенных участков. Следующая у нас идет удивительная свеча, которая называется свеча АСД. АСД антисептик стимулятор дорогого. Здесь мы корректно работаем однозначно с одной третьей. Опять мы проверяем, если есть реакция, то работаем с одной третьей свечи, у нас получится 30 дней. Таким образом мы можем из четырех этих видов стандартных свечек отработать с вами целых 120 дней. Поэтому потихонечку, если проблема кровоточивости, а это очень частая сейчас проблема, весенняя проблема, мы с вами применяем свечи фитогемостатические, которые убирают кровоточивость и позволяют язвочкам зарубцеваться. Если детки сейчас у нас с язвенными процессами на слизе, то иногда очень хорошо заживлению у нас способствуют свечи, которые называются свечи с маслом тыквы. Кроме того, у нас еще имеются свечи урологические, свечи с маслом черного тмина. Все это потихонечку выставляется с критерием. Хорошо стало коленком, значит мы зарубцевали язвочки в области сигмовидной кишки. Если у нас продолжается проблема в ногах, мы оставляем ректальные свечи. Поэтому желаю вам не иметь проблем на слизистых желудочно-кишечного тракта, тогда мы с вами не будем иметь больных ног. Вот посмотрите, у нас кровь сейчас, совершенно здоровые, красивые эритроциты. Это мы один месяц питались по прайм-тесту. Кристаллы мочевой кислоты стали мелкие. Вот они были крупные, кристаллы мочевой кислоты. И мы говорим, что мы в данный момент с помощью питания регулируем численность патогенной микрофлоры, которая позволит восстановиться слизистой желудочно-кишечного тракта и продукты воспаления не будут влиять на кровообращение в суставах. До здоровых вам суставов! Продолжение следует...